А знаете ли вы, что такое кощунство? Как гласит история, так называют глумление или надругательство над тем, что глубоко почитаемо в обществе. Так, например, летом 356 года до н.э. житель древнегреческого города Эфеса Герострат сжег одно из чудес света – знаменитый храм Артемиды, что было оценено властями как святотатство. На Руси в конце XIX века кощунство определялось как язвительные насмешки, доказывающие явное неуважение к правилам или обрядам церкви православной, или вообще христианства. При этом кощунством мог считаться и поступок материальный, например, если кто-нибудь вместо восковой свечи ставил сальную. А неуважительное поведение по отношению к самой вере и ее учениям попадало под определение богохульства. Ныне же под кощунством понимают любое оскорбление религиозных святынь или чувств верующих. На Руси мужчину, совершившего такой поступок, называли кощуном или кощунником, а женщину – кощунницей. От кощуна появился и образ кощея, как злодея, который со временем превратился в отрицательного сказочного персонажа, наделенного магической силой и бессмертием. Само слово происходит от русского «костить», то есть долго и упорно бронить, осыпать бранью. Делись этим видео со своими друзьями. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новое видео с коктейлем знаний.